На этом двигателе, разработанном в НПО «Энергомаш», больше 20 лет американцы запускают в космос свои ракеты. Всего состоялось 95 стартов, и все они признаны успешными. Двигатель RD-180 был разработан специально для американской ракеты RN Atlas. Владимир Константинович Чванов – один из руководителей того проекта. Сейчас он советник генерального директора НПО «Энергомаш». Рассказал, с чего началось сотрудничество двух космических стран. Где-то мы в 1975 году, как известно, с американцами встретились на мирной основе. Был проведен союз «Аполлон» запуск, как известно, когда произошла стыковка космических кораблей, запущенных американской ракетой «Сатурн-5». Ну и нашей, и сегодняшней еще работающей ракетой «Союз». Это было такое некое затишье мирное, где мы увидели, что мы можем выполнять вместе какие-то технические, космические, научные задачи. Из-за того, что в Америке космодром находится ближе к экватору, оттуда было проще запускать ракеты. Чтобы быть конкурентоспособными, наши конструкторы должны были создавать более совершенную технику. Это и определило путь развития космической отрасли обеих стран, рассказал Владимир Константинович. С наступлением 90-х вновь возник взаимный интерес к сотрудничеству. России нужны были новые контракты, так как государственные дотации свелись к минимуму. А США интересовали наши технологии. Ракетная фирма частная тогда была General Dynamics. И они, как частная фирма, вошли с нами в контакт для того, чтобы мы провели проектное исследование возможности разработки двигателя для американской ракеты. В тот момент и родился проект под названием RD-180. Параллельно американское правительство выдало техзадание американским фирмам создать нечто подобное и объявило конкурс. В итоге в финал вышли три фирмы. Когда на конкурсе, о котором я сказал, выложили характеристики двигателей, то, например, двигатель МА-5 по величине удельного импульса тяги, это характеристика, которая в первую очередь характеризует эффективность двигателей, и RD-180 имел на 40 единиц более высокий удельный импульс. Это один из первых показателей, который характеризовал о том, что двигатель более совершенный. 15 ноября 1995 года состоялось первое огневое испытание. Мы с листа практически сделали двигатель, который заработал. Впоследствии Владимир Чуванов стал руководителем группы в Ханствеле, в центре двигательного строения НАСА. Присутствовал при монтажных работах и при отладке всех систем. Важно отметить, что RD-180 прошел испытания по всем предполагаемым программам. Он может летать как в составе легкого, так и тяжелого класса ракеты и до сих пор остается актуальным для современных аппаратов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова